Татьяна Бегметова управляет двумя ресторанами в Самаре. Рассказывает, что во время самоизоляции спрос на доставку был повышенный. Однако приходилось делиться с курьерскими службами. Отдавали свыше 30% от стоимости заказа. Это оказалось совсем нерентабельно. Приходилось искать альтернативы. Конечно, мы рассчитывали на полные посадки. Мы были в шоке. Но все эти недели выручка шла. Очень большой процент мы доставляли сами. Даже мой заместитель, она возила на своей машине везде и шаурму и так далее. То есть никто не вынуждался никакой работы. И сейчас продолжают такую же политику. Я очень благодарна своим сотрудникам. Спасибо им. Начиная с марта все заведения общепита закупают средства индивидуальной защиты. Сначала для сотрудников, теперь и для клиентов. Соответственно, расходы предпринимателей выросли. Однако федеральное правительство приняло ряд мер. В том числе направило средства на приобретение масок и перчаток. Сумма финансовой поддержки зависит от количества сотрудников. Минимальное – 15 тысяч рублей. Второй вектор поддержки – это выплаты на заработные платы работникам в размере МРОД. При условии сохранения 90% штата. За помощью уже обратились около 200 самарских предприятий общепита. Распределением средств занимаются областные власти. Они же выступают модераторами в переговорах с арендодателями и убеждают последних пойти на уступки. Например, перенести срок арендной платы на год или назначить рассрочку. У нас рынок торговых площадей в Самаре достаточно перегрет. У нас по количеству торговых площадей Самара опережает и по ФОО, и практически подобралась к лидерам Российской Федерации. Поэтому торговые центры и арендодатели понимают, что если они будут очень сильно зажимать гайки в плане требования денег на аренную плату и так далее, по сути говоря, это вызовет переформатирование всего рынка. В Самарской области, отмечают эксперты, выделяется не только большим количеством торговых площадок, но и высокой покупательской активностью. Ведь спрос рождает предложения. Самарцы совершают покупки чаще и больше, чем многие соседи в Приволжском федеральном округе. Рестораны – не исключение. Эмиль Шарафуддинов обычно выходил в свет практически каждый день в период самоизоляции и пользовался доставкой. Сейчас, когда в Самаре открыли летние террасы, не смог отказать себе в удовольствии. Было не очень комфортно, соскучился, выходить некогда было, нельзя связаться с коронавирусом. А так, сразу как открыли, сразу начал выходить, свежо, так разнообразие. Сейчас рестораны в Самаре могут работать, только соблюдая все нормы, предусмотренные Роспотребнадзором. Это наличие средств индивидуальной защиты и социальная дистанция. Кроме того, для предпринимателей работает горячая линия, куда они могут обратиться за консультацией. Номер телефона указан на экране. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова